Да, я впервые на фестивале. Мне, на самом деле, очень любопытно, потому что где еще можно посмотреть такое разнообразие национального театра. И, в общем-то, для меня это было главной причиной, чтобы сюда приехать. Вот этот огромный интерес к тому, что происходит в национальных театрах, в театрах, которых я вижу довольно мало, надо признаться. И, конечно, здорово, что есть такая возможность, здорово, что здесь показан, во-первых, какой-то срез театральной культуры. И мы видим и российский театр, и зарубежный театр, что тоже очень важно. Важно, мне кажется, как традиции работают и за рубежом в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, в Киргизии. И, конечно, получается, вот за эти несколько дней получается такой огромный для меня ликбез, просто узнавание о новых культурах и о том, как это в театре воплощается. Потому что мне кажется, что все равно театр тюркских народов очень сильно связан с традицией. И мне очень любопытно смотреть, как традиции, обряды и культура, как это все проникает в так называемое светское искусство, в театральное искусство. И каким образом это может встраиваться и в тексты более поздние, которые ближе к нам по времени, или даже в тексты современные. И каким образом это может проявляться в историях про нас. Я первый раз на фестивале «Ноурус». Я очень рада приехать сюда и познакомиться с таким количеством тюркоязычных театров. Это мое первое, наверное, такое большое знакомство с театрами национальностей разных в нашей России. И не только России, но и ближнего зарубежья. Я, конечно, очень жаль, что не все театры смогли приехать. Но, мне кажется, фестиваль смог собрать какой-то очень большой, развернутый пласт театров и спектаклей, которые очень с разных точек зрения, с одной стороны, и под каким-то общим знаменателем показывают нам, с одной стороны, разнообразие тюркоязычного театра, с другой стороны, какие-то общие их тенденции. И так подходит к концу 15-й международный фестиваль «Новрус». Честно говоря, не очень хочется подводить итоги, потому что и вправду каждый фестиваль, он требует определенного времени для осмысления всего, что мы увидели, как мы общались. Потому что, помимо всех спектаклей, которые были привезены, наверное, одно из самых ценных – это общение, встречи с руководителями коллективов, которые представляют народы России. Сегодня, допустим, я разговаривал с представителями из театра «Хакасии». Мы общались с главным режиссером Саха-Якутии, с Борисовым, с алтайцами. Конечно же, мы говорили о проблемах, в первую очередь, о проблемах, которые связаны с национальными театрами, вообще с национальным вопросом на территории России. Программа была очень разнообразная. Это и уличный формат. Мне кажется, было совершенно какое-то грандиозное зрелище вот на этой площадке перед театром Галескара Камала, Якутского театра. Мы будем активно продолжать работать с уличными коллективами. В следующий фестиваль мы, наверное, я думаю, уделим большое внимание именно уличному театру. Потому что на сегодняшний день театр требует определенных, как бы, открытой позиции, более открытой позиции. И уличный театр, он как раз позволяет именно работать вот с этим контентом. Само понятие открытия, открытости, я бы сказал открытость, наверное, не открытие, открытость, оно подразумевает начало, начало театра и контакт со зрителем с улицы. Поэтому, да, в следующий фестиваль мы обязательно будем уделять большое внимание уличному театру. Вот. А так, ну что я могу сказать? Сказать, что... Да здравствует Навруз. Я думаю, что жизнь у этого фестиваля, она будет долгой, она будет богатой. И я думаю, она будет поднимать также много вопросов. И хочется верить, что эти вопросы будут все-таки решаться. Поэтому я желаю всем здоровья, благополучия и глубокой и долгой веры во все то, чем мы занимаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok